как избавиться от вздутия живота навсегда в этом ролике мы разберем почему случается вздутие живота что с ним делать что нужно обязательно убрать из рациона что добавить какие еще меры можно предпринять чтобы больше с этой проблемой не сталкиваться обязательно досмотрите этот ролик до конца последний совет будет абсолютно бесплатным но при этом супер действенным и эффективным меня зовут наталья кунская я нутрициолог и я не просто маскирую симптомы вашей проблемы помогаю вам найти причину и устранить и так что же такое вздутие живота на самом деле это очень интересный симптом который вам как звоночек сигнализирует о том что с вашим кишечником не все в порядке и конечно же не нужно его игнорировать важно обратить туда внимание и что-то начать делать как правило вздутие живота это проблема тонкого кишечника потому что какой-то момент когда уже достаточно длительное время что-то идет не так в тонком кишечнике становится очень много бактерий и они начинают набрасываться на вашу пищу часто не до конца переваренную выше верхних отделах жкт начинаются процессы брожения гниения и так далее бактерии все это едят выделяют свои продукты жизнедеятельности и собственно вы получаете тот самый газ который и распирает вам кишечник и не дает нормальной жизни поэтому в первую очередь когда мы говорим про жкт в целом про вздутие живота то важно понимать что здоровый кишечник равно отсутствие вздутия давайте рассмотрим пять самых частых причин вздутия живота и конечно же поговорим что с ними делать причина номер один наверняка вы слышали про нее уже в каких-то других моих видео и действительно это база это основа без этого никуда это плохое жевание к сожалению мы очень часто куда-то спешим едим на ходу и просто не пережевываем полноценно свою пищу особенно опасно это если мы говорим про белковые продукты про какое-то мясо рыбу про твердый жесткий волокнистый белок чем хуже вы его переживали тем сложнее дальше даже при супер адекватной работе желудочно-кишечного тракта все это переварить потому что даже соляная кислота при ее достатке цельный кусок мяса не сможет расщепить полноценно согласитесь одно дело когда вы переживали и поступила в желудок кашица и другое дело когда прямо готовые куски мяса не пережеваны есть даже такое выражение что не так важно что мы едим как важно то как мы это едим то есть нужно тщательно пережевывать безусловно чем мельче будет ваша пища тем легче дальше она будет перевариваться ну и соответственно меньше доставаться бактериям в тонком кишечнике и меньше вызывать вздутие вторая очень частая причина которая приводит к вздутием в желудочно-кишечном тракте это наше питание и здесь мы давайте остановимся поподробнее потому что едим мы далеко не один раз в день кто-то хотя бывает один но скорее это исключение из правил поэтому важно посмотреть в вашу тарелку и здесь вздутие опять же является очень интересным маркером потому что вы можете обратить внимание после какой еды ваше вздутие усиливается примеру вы позавтракали что-то съели и в принципе через два-три часа у вас отлично чувствует себя желудочно-кишечный тракт вам вас ничего не беспокоит и так далее а потом вы пообедали проходит какое-то время и у вас начинается бурление газообразование что-то непонятное происходить в животе конечно же здесь может быть причиной именно определенная еда но проблема как правило не в еде проблема в вашем желудочно-кишечном тракте но в моменте так как он пока не готов адекватно переваривать эту еду мы должны ее либо полностью убрать из рациона на какое-то время либо значительно ограничить ее количество и здесь важны ваши индивидуальные ощущения почему напишите пожалуйста в комментариях у кого какие-то газообразования вздутия к примеру от свежей капусты и многие говорят что капусту ни в коем случае нельзя при вздутии крестоцветное нельзя при вздутии а другой человек ест прекрасно капусту она у него отлично переваривается например если мы говорим про белокочанную но начинает есть брокколи или брюссельскую и она ему уже не идет уже появляются всякие разные неприятные симптомы поэтому крайне важно вычислить непосредственно продукт который у вас максимально провоцируют эти вздутия не смотрите на окружающих прислушивайтесь к своему организму идите пищевой дневник для того чтобы зафиксировать что вы ели и когда началось ваше вздутие конечно же существуют определенные продукты которые по статистике чаще всего приводят к вздутиям живота сюда естественно мы отнесем сахара потому что это любимая еда наши микробиоты есть ли вы любитель сладенького конфет булочек какой-то сдобы если у вас там макароны картошечка три раза в день а то конечно же вы перекармливаете вашу микрофлору то есть она вроде как уже и не хочет есть но ей приходится утилизировать ваши сахара соответственно она разрастается размножается потому что еды много у вас растут грибы и так далее кстати если нужно видео как избавиться от грибков в организме обязательно тоже напишите мне в комментариях я постараюсь его для вас снять поэтому мы должны максимально ограничить простые углеводы а в некоторых случаях вообще углеводы ограничить на какое-то время чтобы наша микрофлора немножечко пострадала без еды конечно же не дружественная и тогда уже начинать вытеснять эти микроорганизмы более полезной флорой опять же важный момент что я не сторонник того чтобы вы заменяли к примеру сахара простые углеводы фруктами потому что это те же самые сахара фруктоза которая точно также будет кормить нехороших товарищей а в некоторых случаях даже овощи и обычную полезная клетчатка переносится плохо поэтому если у вас ситуация действительно запущена если вы даже на какой-то лист зеленого салата получаете вздутие то лучше на какое-то время ограничить всю клетчатку в рационе полностью то есть уйти в белки уйти в жиры конечно же их максимально пережевывать максимально усваивать но на какое-то время не кормить вашу микрофлору ну и конечно же не использовать пробиотики метабиотики пребиотики если они вызывают у вас вздутие тоже внимательно обращайте точнее обращайте внимание на те симптомы которые у вас возникают после приема каких-либо препаратов после того как ваш кишечник немножечко станет более адекватно работать вы конечно же сможете возвращать все эти продукты и нужно их возвращать но уже начиная с небольшого количества постепенно приучая вашу микрофон третья очень частая причина вздутия живота это активность вашего кишечника я вам напоминаю что кишечник это по сути мышечный орган и если вы не двигаетесь любите лежать на диване вообще в принципе ведете достаточно мало активный образ жизни не любите ходить у вас там сидячая работа либо просто много времени проводите дома то конечно же эта мышца тоже не будет сокращаться любой мышечный орган если его не использовать будет со временем атрофироваться и это может даже привести к тонии кишечника поэтому конечно же такого допускать нельзя я напоминаю что адекватные физические нагрузки нужны всем это обязательное условие если вы хотите быть здоровым либо максимально улучшить свое здоровье держать его как-то в определенных каких-то нормах границах поэтому обязательно двигайтесь это крайне важно конечно же существуют ситуации когда движение нашего кишечника может быть ограничено по определенным обстоятельствам к примеру если он воспален если там какие-то воспалительные заболевания либо просто какие-то временные повреждения безусловно поврежденный орган никогда не будет адекватно сокращаться поэтому обязательно залечивайте слизистую я снимала на эту тему отдельный ролик обязательно его посмотрите там очень много полезной интересной информации ну и конечно стресс к сожалению в современных реалиях без него никуда но мы должны понимать что стресс естественно негативно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта и организма в целом причем а если мы говорим про острый стресс то здесь может быть две противоположных реакции может ускоряться моторика жкт соответственно пища будет продвигаться очень быстро она не будет успевать адекватно перевариться соляная кислота не сможет ее обработать желчью не сможет обработать ферменты поджелудочной и она будет в таком недопереваренном виде эвакуироваться из вашего организма а иногда на стрессе может наоборот все спазмироваться и мы с вами только что говорили что если мышечная мышца не работает соответственно если она в спазме кишечник тоже не будет адекватно сокращаться переваривать вашу еду я иногда привожу такой пример что у нас в желудке еда переваривается как знаете как в бетонной мешалке или как стиральной машине то есть там первых должен быть воздух пространство для того чтобы все это хорошенечко смешивалась конечно же сила мышца должна безусловно быть когда у нас стресс когда все спазмировано замер организм можно так сказать да то есть конечно же никаком адекватном переваривании речи быть не может поэтому если вы понимаете что вы находитесь в стрессе безусловно с этим нужно что-то делать если еще с острым каким-то разовым стрессом организм способен справиться самостоятельно то хронический стресс к сожалению то есть та ситуация то состояние когда уже без помощи вас к сожалению не обойдется уже нужно подключать где-то какие-то добавки очень много не медикаментозных техник работы со стрессом поэтому обязательно не игнорируйте симптомы хронического стресса ну и говоря про активность кишечника я не могу не сказать про такую популярную привычку и наверняка вы знаете что это используют рестораны быстрого питания когда ускоряется движение пищи по желудочно-кишечному тракту при использовании холодной жидкости в частности это кока-кола и без того адское такое сочетание и еще и со льдом ваша пища максимально быстро двигается по кишечнику максимально быстро эвакуируется но конечно же ни о каком адекватном пищеварении речь не идет опять же я уже говорила не успеет срабатывать не соляная кислота не желчь не ферменты поджелудочной и никакого адекватного пищеварения не случится и все это конечно же как следствие приведет вас к вздуть у живота к неприятным симптомам вы еще можете потом и дополнительное воспаление какое-то заработать поэтому крайне важно обращать внимание на то чтобы ваш кишечник адекватно сокращался и моторика была нужна четвертая причина вздутия живота мы уже ее затронули плюс-минус каких-то предыдущих пунктах конечно же а если у вас не работают какие-то другие органы и системы которые точно также участвуют пищеварение у вас все это будет доставаться бактериям в тонком кишечнике и вы получите вздутие о чем я говорю начиная сверху вниз давайте посмотрим если у вас в желудке недостаточно соляной кислоты конечно же пища адекватно не переварится не расщепиться если у вас недостаточно желчи печень и плохо вырабатывает желчный пузырь плохо сокращается у вас не будет санации кишки должной напоминаю что желчи это главный санирующий компонент в организме соответственно у вас будут разрастаться какие-то бактерии в избыточных количествах которые конечно же в таком объеме быть в кишечнике не должны ну и ваша поджелудочная железа естественно если нет кислоты нет желчи ферменты просто не выделит и ваша пища в недопереваренном виде придет в тонкий кишечник на нее набросится микроорганизмы которые тоже не должны там быть потому что кишечник не санирован и собственно вздутие опять ваш неприятный симптом с которым вы пытаетесь пытаетесь как-то разобраться но ничего не происходит ничего не получается потому что другие органы системы жкт работают неадекватно на эту тему я снимала отдельные ролики обязательно посмотрите оставлю вам ссылку я рассказывала по каким симптомам можно понять что вам не хватает соляной кислоты даже без анализов это можно заподозрить я рассказывала как помочь оттоку желчи даже самыми простыми бюджетными либо абсолютно бесплатными методами тоже посмотрите эти ролики оставлю все ссылочки в описании конце видео обязательно оставлю не пропускайте потому что это крайне важные нужные информации у нас остался последний пункт абсолютно бесплатные абсолютно простой но перед тем как я к нему перейду я попрошу вас поставить пальчик вверх если вам ролик понравился и ставьте пальчик вниз если не понравился я буду по этим вашим отметкам понимать полезны вам эти темы на которые я снимаю не полезны может быть вы хотите каких-то других вещах поговорить мне действительно очень важна ваша обратная связь пишите в комментариях темы которые вы хотели бы осветить я очень всегда жду ваши комментарии ну и пятая причина вздутия живота она так или иначе вытекает из предыдущих четырех причин потому что если у вас есть хотя бы одна из них либо все четыре то ваш кишечник просто не может полноценно работать он находится как бы в таком зажиме и этот зажим нужно снимать на просторах интернета огромное количество самых разных техник массажа живота но я предлагаю вам не углубляться в какие-то дебри все что вам нужно это ваши руки просто начните трогать свой живот наверняка многие из вас либо своих детей учили гладить живот когда сидишь даже в туалете либо возможно кого вы помните как вас учили родители то есть это все неспроста любые мягкие поглаживающие массажные движения стимулирует моторику и если вы прикладываете руки к кишечнику возможно с утра возможно даже в течение дня и чувствуете что в каких-то местах вот знаете бывает что прям чувствуется что какая-то петля вот там надулся какой-то шарик и если промассировать мягко с одной стороны этого шарика и с другой ни в коем случае не до болевых ощущений максимально мягко то вы можете прям почувствовать как в эту же секунду под вашей ладонью расправляется сдувается скажем так этот фрагмент он распрямляется и начинается вот это движение оно немножко то есть вы как будто выпускает этот воздух он может пройти дальше конечно же это не решает глобально проблему вздутия но это помогает вам в том числе эвакуировать эти газы из кишечника пока вы разбираетесь с какими-то предыдущими основными моментами поэтому этот способ тоже очень рабочий обязательно его используйте ну и напоследок я хочу оставить для вас вот здесь вот ссылочку на видео по оттоку желчи потому что вздутие живота без хорошего оттока желчи будет всегда вашим спутником как только вы наладите отток желчи вздутие тоже уйдет поэтому внимательно смотрим этот ролик переходим по ссылочке тоже оставляйте комментарии и спасибо вам всем огромное за внимание увидимся в новом ролике